Добрый день, дорогие друзья! Я благодарен Богу за то, что у нас есть новая возможность открыть Писание и поразмышлять над очередным уроком субботней школы. Я благодарен за все отзывы, комментарии, лайки, что вы пишете. Я вижу, как вы делитесь своим мнением, своими какими-то переживаниями, как эти уроки вас трогают. Некоторые даже слов не находят. Одни какие-то лайки, какие-то смайлики ставят. То есть вам что-то нравится, затравливают какие-то даже ваши эмоции. Мне нравятся некоторые идеи, с которыми вы обращаетесь, пишете, делитесь идиллиями или информацией с другими. Пусть Бог благословит вас всех в этом разборе. Очень скоро мы закончим изучение этого квартала, и с Нового года мы будем размышлять на тему Иисус в послании к евреям. Кстати, очень интересные темы мы будем там поднимать. Но это в следующем квартале. А мы уже потихоньку подходим к финишу в этом уроке. Хочется сделать некоторые объявления по поводу проповедей. Потому что мы начали серию проповедей по церкви. Больше мы, наверное, проводить это не будем. Почему? Потому что падают просмотры. Скорее всего, вот эти цифры говорят о том, что, наверное, это не так востребовано. Потому что статистика вещь упрямая. Поэтому проповеди дальше, вот со следующей, будут на разную тематику. Причем я буду стараться поднимать такие вопросы, которые, ну, с одной стороны, были бы как-то интересны. Может быть, какие-то темы поднимать, которые не поднимаются. Чтобы оно и было познавательно, практично, креативно. Просто устал от избитости каких-то повторений, шаблонов. По поводу проведения разборов субботних школ и в следующем квартале. Мы немножко постараемся переделать оформление. Я понимаю, содержание важно, но нужно и обращать внимание на оформление. То есть мы попробуем как-то подумать, как оформлять слова, как оформлять, может, задний фон. Но мы попробуем. Но это в следующем квартале. Я думаю, вы немножко потерпите. Давайте приготовим ручку, бумагу, Библию, пособие, что-то попить. И начинаем наш разбор. Сегодня у нас уже девятый урок. Интересное название урока «Обратись всем сердцем». Тема урока вроде простая. Но давайте не спешить с выводом. Потому что вроде простая тема, но не все так бывает просто. Давайте вначале сначала прочитаем памятный стих, а потом немножко начнем размышлять. Интересный стих нам дается сегодня для размышления. Второзаконие 4.29. «Но когда ты взыщешь там...» Я бы хотел сразу остановить ваше внимание на это слово «там». «Господа Бога твоего», то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим, всею душою твоею. Почему я обратил внимание ваше на слово «там»? Это очень интересная деталь в памятном стихе. Почему? Прошлый урок у нас поднимался о том, что у нас есть выбор. То есть два пути. Это в прошлом уроке. Поэтому вопрос «Где там?» «На том пути или на том пути?» Мы сегодня даже на разборе размышляли об этом, и возник сразу такие две ассоциации. Первый момент, допустим, история с Авраамом. Когда они допустили с Сарой вот эту ситуацию с Агарью, по крайней мере, Библия говорит о том, что 13 лет Бог напрямую с Авраамом не общался. То есть ему надо было снова вернуться в то место, где он свои опыты доверия с Богом где-то потерял. То есть свернул с этого пути. Или второй пример. Когда я смотрю на родителей Христа, когда они его потеряли в храме, они снова должны были вернуться туда, где они с ним расстались. Поэтому здесь, когда поднимается этот памятный стих в нашем уроке, здесь подразумевается что? Что человек должен подумать, где он какие-то отношения с Богом потерял, вернуться, и вот там начать всё это заново пересматривать, перестраивать отношения. Снова ещё одна деталь. Мы, как и в прошлый раз, покажем сейчас схему, как я вообще представляю этот урок, чтобы потом мы уже по этой схеме вместе шли, как в первый вариант разбора. Вы можете сразу эту схему переписать, или зайти на сайт свиток, и там этот план скачать для себя. Или внизу у вас ссылка, или на экране было. То есть вот эта схема, она поможет как-то ориентироваться в нашем уроке. Вот давайте посмотрим на эту схему. Интересная схема. Сначала слово «обращение». У нас урок о том, чтобы мы обратились. Бог нас к этому зовёт. И поэтому мы поговорим, что такое обращение, когда это возможно, какую помощь мы можем испытывать в этом процессе обращения. Какое обращение Бог может принять? Потому что не всякое обращение Бог принимает. Второй момент мы поднимем, это вопрос результата. Когда мы говорим о результате, какой результат приносит обращение? То есть вот эти три детали мы подчеркнём в этой части урока. И последний момент, это чисто практический. Призыв или тема урока звучит, но у меня есть вариант. Что я выберу? Это такая схема урока. По ней мы сегодня пробежимся. Это первый будет вариант, как я вижу этот урок. Теперь возвращаемся к Израилю. У входа в землю обетованную Моисей повторяет свои предостережения. Фактически это уже конец второзакония. И вот тот факт, что Бог привёл уже Израиль туда, не означает, что они, войдя в обетованную землю, останутся на ней навсегда. Потому что Моисей хорошо видит несостоятельность Израиля, и, следовательно, с ними может произойти то, что они будут изгнаны в будущем. И Бог вот сейчас через Моисея хочет их обнадёжить. И вот когда они собьются с пути, окажутся в бедственном положении, в результате суда, им снова придётся взыскать Господа, который может их простить. А потом они вернутся к своему хождению с Богом по путям древним. И потом Бог снова вернёт их в эту землю. Вот когда я смотрю на этот урок, он как-то перекликается с той молитвой, которую Соломон при посвящении храма возносит к Богу. Он тоже как бы повторяет вот эти слова Моисея. Говорит, если они будут жить, потом споткнутся, потом уйдут, или их уведут в плен, потом они войдут в себя. Вот параллели есть вот то, что говорил Соломон в молитве, и то, что говорит Моисей уже в конце своей жизни. Итак, первая часть нашей темы обращения. Вообще, что такое обращение? Вообще, само понятие слова обращение, что оно значит? Когда я смотрю в Ветхий Завет, это интересное слово шув, оно имеет такие значения возвращаться, поворачивать назад, обращаться. То есть три таких варианта. Когда я смотрю в Новом Завете, там немножко уже шире этот вопрос рассматривается, эпистрофел, оно имеет уже большее значение. Поворачивать, то есть назад или в сторону, обращать. Второй момент, это как средний залог оглядываться, озираться. Третий момент, склонять к иному мнению, переубеждать. Четвертое, принимать другой оборот или изменяться. Пятое, поворачиваться. Шестое, возвращаться. Ну, это много таких, обращать бегство, заходить, прибывать, бродить, проходить, обходить, посещать. То есть много таких моментов, которые имеют, то есть шире рассматривается этот вопрос. Когда я смотрю, что вообще надо понимать под словом обращения, и вот есть такой интересный словарь или справочник, который более широко освещает некоторые вопросы. Вот посмотрите на обложку этого словаря, библейских образов, и вот там идет объяснение, что такое обращение. То есть обращение, он говорит, под этим словом надо понимать изменение направления. То есть если человек шел, теперь на 180 и возвращается назад. То есть оно, вот само представление, лежит в основе библейских образов обращения. Само слово в Библии встречается очень редко, но рассказы об обращении занимают очень видное место, прежде всего в Новом Завете. Потому что ветхозаветным аналогом обращенных служат язычники, которые отказываются от своих традиций и принимают иудейскую веру в Бога. Общий знаменатель таких рассказов об обращении это признание человеком потребности в одном истинном Боге и отвержение всех альтернатив. О человеке, который совершил подобный поступок, обычно говорят немножко другие слова. Он уверовал. В число библейских синонимов обращения входит покаяние, получение спасения, обретение веры. И вот смотрите, что интересно, вот в библейских образах, которые связаны с обращением, последовательно выражается идея о коренном изменении. Но здесь есть нюанс. Те люди, которые всегда верили в Бога или всегда знали его и так продолжали жить, они обращенными не называются. Вот это очень интересная деталь. Почему? Потому что, когда мы читаем Новый Завет, мы видим сразу там две таких градации. Апостол Павел особенно часто об этом говорит. Иудеи и евреи. В чем разница? И те, и те верят в одного Бога. В одну синагогу уходят, в один храм приходят. В чем разница? И вот как раз что значит иудеи? Это те, которые были с Богом в Завете и этот Завет не разорвали. То есть оставались Богу верными. То есть процесс обращения к ним не нужен. А к тем, которые уклонялись от Бога, ходили от Него, блукали, убегали от Него. Вот им надо этот процесс обращения. Второй вопрос, который сразу возникает по поводу обращения. Вообще, когда сам этот процесс возможен? Причем возможен не просто в теории, а вот в нашей практической жизни. Я бы хотел вместе с вами прочитать Второзаконие 30 главу 1 стих. «Когда придут на тебя все слова сии благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу твоему среди всех народов, в которые рассеет тебя Господь Бог твой». Второй стих. «И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей». И десятый стих. «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книгой закона, и если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей». И вот смотрите, какие условия для того, чтобы человек обратился. Первое. Когда человек поймет происходящее. Там интересно вообще слово используется, говорят, когда это найдет на тебя. То есть, о чем идет речь? Там не только вопрос благословения и проклятия. То есть, когда человек на вот эти грабли наступит, и когда оно ударит его хорошо. То есть, он хорошо понимает происходящее. А Бог ему может здесь напомнить через пророка, через ситуацию, через обстоятельства. Это первый момент. Второе. Это опять в первом стихе. Когда это дойдет до сердца. То есть, не просто на уровне эмоций, а до сердца уже. Второй стих. Когда человек совершит этот поворот на 180 градусов. Второй и десятый стих. Когда человек начнет слушать Бога, неважно как, устно или то, что он сам прочитает. И десятый стих. Когда человек начнет проявлять послушание Богу. То есть, мы говорим о самом обращении. Теперь вопрос возникает, что может нам помочь в этом процессе. То есть, если взять Бога, что он со своей стороны сделает, чтобы с моей стороны обращение состоялось. Давайте снова вернемся к этим текстам. Это очень важные тексты. Первый стих. Я опять прочитаю. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые я изложил тебе, и примешь их к сердцу своему, среди всех народов, которые рассеют тебя, Господь Бог твой. Шестой стих. И обрежет Господь Бог твое сердце и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы жить тебе. Восьмой стих. А ты обратишься и будешь слушать глаза Господа, исполнять все заповеди его, которые заповедуют тебе сегодня. И снова десятый стих. Вот смотрите, что помогает мне для обращения. Первый стих. Когда я смотрю, Бог для этого использует разные обстоятельства, чтобы до нас дошло. Пример. Когда я читаю Иова 33 глава, там половина этой главы посвящена, Бог говорит однажды, не послушаешь, второй раз, третий раз, потом тебя в реанимацию отвезут. То есть Бог использует обстоятельства. Второй момент. Бог начинает говорить, неважно как, через совесть, через пророков, через священников, я, если лично читаю, это первый, восьмой, десятый стих об этом говорит. И третий очень важный момент, что Бог делает. Он готов менять мое сознание и характер. То есть он берет и купирует все лишнее. Шестой стих об этом говорит. То есть это такие условия, которые помогают вот этому процессу совершиться. Четвертый вопрос, который хотел задать по поводу обращения. Какое обращение вообще Бог принимает? Дело в том, что если говорить об обращении, почему мы вообще ставим под таким углом этот вопрос? простой пример. Иуда Искариот Библия говорит, он тоже остановился, он тоже вернулся, он тоже признал свою вину, он даже вернулся к старейшинам и вернул деньги, взятые за предательство. То есть кажется, он повернулся, но он не изменился в характере. То есть теперь мы будем смотреть вообще, что Бог принимает, что для него ценно и для человека приводит к спасению. Снова возвращаемся первый стих, мы его читали, он у вас на экране, не будем его читать. Шестой стих, интересно, Бог говорит, я пытаюсь со своей стороны делать. Десятый стих тоже говорит, если ты будешь это делать, от всего сердца это все будешь делать. И вот смотрите, что происходит. Первое, когда все проходит через сердце, первый стих об этом говорит, то есть Богу не нужна религия без души по форме, он говорит, должно пройти через сердце. Посмотрите, о чем говорит нам Исаия первая глава, Бог говорит, мне не надо ни субботы, ни жертвы, ни праздники, ни приношения, ничего не надо, если оно не от сердца. Второй момент, это то, что Бог у Бога котируется, второй момент, шестой стих, если человек разрешит Богу менять характер, заметьте одну вещь, не человек должен поменяться, и вообще не человек этим занимается, а он просто разрешит Богу это сделать. И третий очень важный момент, что Бог принимает. Дело в том, что если это происходит со стопроцентной отдачей, то есть Богу не надо частичное служение, простой пример, смотрите, человек не может на двух стульях сидеть, Христос на горной проповеди говорит, не можешь служить Богу и мамоне, то есть Бог принимает только стопроцентное посвящение, только стопроцентное обращение. И теперь вторая большая римская цифра по нашей схеме, вопрос результата, то есть если я услышал от Бога это приглашение, обратись всем сердцем, какой будет результат, я прислушаюсь? Давайте смотрим, опять, первый стих, не будем его читать, вот выведем на экран первый стих, смотрите, значит, какой первый результат? Борет, придут на тебя все слова благословения, и человек принимает это. Дальше, следующий стих, второй, человек начинает слушаться, причем не он слушается, даже дети слушаются. Восьмой стих, человек начинает не просто прислушаться к Богу, а слышать и проявлять послушание. Десятый стих, от всего сердца. И вы посмотрите, какие результаты интересные. Первое, человек уже не бежит от Бога. Вот первый, второй стих говорит, он уже потихонечку начинает приближаться к нему. Мне нравится, как сестра вает к ней путь ко Христу, говорит интересную вещь. Как только человек перестает сопротивляться Богу, он уже начинает приближаться к Богу. То есть у каждого человека это свой процесс и скорость приближения тоже разная. Второй момент, человек не просто слышит, а слушает все, что говорит Бог. Это второй, восьмой, десятый стих об этом говорит. Третья важная вещь, человек после пережитого готов проявлять послушание. А это кстати тоже углубление отношений, это восьмой, десятый стих. И наконец второй, десятый стих человек делает этого от всего сердца, от всей души. то есть это последствия. И Бог зовет нас обратиться. У меня сразу возникает вопрос. Если я обращусь, вот что произойдет лично со мной? Я бы хотел обратить ваше внимание на слово «обратишься» вот в этом отрывке. Это 30-я глава второзакония с 1-го по 10-й стих. Вот обратите внимание, возьмите с ручкой прочитайте этот отрывок. В этом отрывке, в этих 10-ти стихах Библия говорит, три раза используется слово «обратишься». Но каждое слово или использование слова имеет различные значения. Давайте прочитаем эти тексты. Второй стих. «И обратишься к Господу Богу» и так дальше. Вот слово «И обратишься». Восьмой стих. «А ты обратишься» и дальше по тексту. И 10-й стих. Еще одно такое выражение. «И если обратишься к Господу Богу твоему». Вот смотрите, три раза. Давайте попробуем разобраться, о чем же идет речь. Значит, первое выражение во втором тексте. «И обратишься». То есть ты ушел от Бога, хлебнул, как блудный сын, он уже в свинарнике, и вот он, как бы, вот это выражение «и обратишься», оно имеет такой оттенок выбора. То есть ты был в таком состоянии, а теперь такой. То есть у тебя как выбор. Или ты дальше там остаешься, или ты хочешь вернуться. Это второй стих. Восьмой стих. «А ты обратишься». Когда мы внимательно смотрим на этот текст, мы видим, это как бы описание обратившего человека как бы со стороны. То есть окружающие видели, он там пил, он еще какие-то вещи делал, он жил таким образом жизни, а теперь он стал каким-то другим. И они обращают внимание, он такой, 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 как бы со стороны. И в десятом стихе. «И если обратисься». То есть вроде как выбор, но здесь как предложение. То есть «если», само слово интересно, «если». То есть ты можешь не один раз уходить от Бога, ты можешь, как Соломон говорит, и семь раз праведник падает. Но вот если ты остановился и снова обращайся, это как бы еще одно предложение выбора со стороны Бога. Но я бы хотел ваше внимание обратить на второе выражение. Вот когда мы смотрим в восьмом стихе, мы говорили «а ты обратисься». Давайте попробуем сократить вот это выражение на одну букву. И заметьте, как оно меняет смысл. И если мы уберем букву «а», «ты обратишься», это немножко уже смысл меняется. То есть с одной стороны это видно, если «а ты обратишься», это как бы взгляд со стороны, а если просто «ты обратишься», это как утверждение. Утверждение того, что этот процесс теперь в твоей жизни Бог взял под свой контроль, и это обязательно произойдет. Давайте поговорим о последствиях. Вот если я услышал этот призыв, и если я обратился, вот давайте смотрим на вот этот весь отрывок, это первый стих, с третьего по седьмой, девятый стих, мы его выведем сейчас на экран, и вот смотрите, когда я смотрю на все эти тексты, что я вижу в этом, что произойдет, если я обратился. Давайте как бы итог всего этого отрывка посмотрим, что Бог говорит будет. Смотрите, первый стих, Моисей говорит, обязательно для тебя придут все слова благословения. Интересно, слово придут. Что это такое? Я не помню сейчас какой-то князь, русский князь, когда он воевал и шел воевать на врагов, он перед этим посылал посла и говорит, иду на вы. То есть, о чем речь? Бог очень много в своем слове дал благословений. И вот в этом выражении он говорит, они на тебя придут. То есть, ты пожнешь, ты испытаешь в своей жизни вот эти все счастья, все благополучие, все то, что я тебе обещаю. Это первое. Третий стих очень важный для евреев в то время. Бог говорит, я возвращу ваших пленных. То есть, человек, когда попадал вот в эту ситуацию, когда он убегал от Бога, вы почитаете особенно книгу судей, это американские горки, когда люди то с Богом, то без Бога, то с Богом, и вот так пожинали эти последствия. И Бог говорит, если ты вот так поступаешь, я уведу вас в плен. И вот здесь первое благословение или второе благословение по этому отрывку, что Бог всех пленных вернет. Третий стих Бог умилосердится над тобой. А дальше интересное слово в третьем стихе Бог снова соберет тебя от всех народов. То есть, о чем нам говорит это слово снова? То есть, эти опыты уже были не раз. Они на эти грабли уже не один раз наступали. Дальше снова мы видим. Для этого у Бога нет границы расстояний. Неважно куда увезут, в Австралию, в Южную Америку, Бог говорит, я все равно верну. Пятый стих. Бог говорит, снова верну на родину. О чем вообще идет речь? Дело в том, что когда говорим о Палестине или о родине, евреи всегда в первую очередь понимали не свой дом. Они видели там храм. Они видели туда, где не могли прийти к Богу. Побыть с Ним. Пятый стих. Человек снова вступает в наследство с землей. То есть как в юбилейный год он снова возвращается на ту землю, где Бог его поселил. Интересно дальше выражение Бог облагодетельствует. Я когда смотрел разные переводы, что оно значит в других переводах, Агиен как говорит, сотворит добро. Кулаков сделает вас народом процветающим. Современный перевод сделает тебя более процветающим. Или перевод РБО 11 года сотворит вам еще больше добра, чем отцам вашим. Посмотрите, какие благословения. Пятый стих размножит, то есть социальная защищенность будет. Шестой стих изменит характер к лучшему. Шестой стих будет даже помогать в воспитании детей. А это очень серьезная проблема. Седьмой стих вступится за врага, перед врагами. Девятый стих как бы такой самый аккорд звучит. Будет успех во всем. То есть неважно, ты пойдешь на дачу, на работе, в семье, во всем будет успех. Третье римское по нашей схеме призыв звучит. но раз призыв у меня два варианта есть. Я могу отвергнуть, могу принять. И что происходит, если я вот этот призыв Бога услышал, отвергнул? Я бы хотел продолжить, чтобы мы посмотрели там с 15 стиха. Давайте прочитаем. Это с 15 по 20 стих. Интересные слова, где Бог через Моисей обращается к нам в этом призыве и говорит такие слова. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить путям его, исполнять заповеди его, постановления его, закон его, и будешь жить и размножаться, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, который ты идешь, чтобы владеть ей. Если же отворотиться сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоего. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его, прилиплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвой обещал от Санта Аврааму, Исааку и Акову дать им. Что интересно, если я не хочу слушать, смотрите, что произойдет, то есть я и так шел уже от Бога, то теперь я полностью отвратился, полностью. Когда я смотрел, как оно, слово это звучит в оригинале, то оно имеет такой смысл, совращать, соблазнять, разгонять, рассеивать, наводить горе, выгонять от него. Другими словами, я окончательно рву все отношения с Богом. Второе, человек не хочет слушать, то есть фактически человек закрывает свои уши от голоса Божия. Третье, что произойдет, человек обязательно заблудится, то есть это без комментариев. Он сам хочет идти туда, не зная куда и затем, не зная чем. То есть это такие последствия, которые произойдут, если человек выбирает этот путь, не хочет прислушаться к Богу. Человек начнет поклоняться другим Богам, то есть он обязательно этот вакуум чем-то заполнит вместо поклонения Богу. И человек начинает служить этим Богам, то есть отдавать силу, время, возможности всего себя. То есть это такие последствия, которые приходят к человеку. И это сразу приводит к проклятию и в конце концов человек умирает и в этой жизни и для вечности. А что будет, если я принимаю Божье приглашение? Опять же, когда мы смотрим на вот этот отрывок, который нам дается в уроке, что мы видим, что будет, какие последствия я пожну? И вот смотрите, что происходит. Я делаю выбор в сторону жизни и добра. Я строю отношения с Богом. Я проявляю послушание Богу. Я размножусь и получу огромные благословения и долголетия. Что интересно, призыв звучит. Бог обращается решать каждому из нас. Заключение можете сделать сами под нужды своего класса. Взять или с урока, или с комментариев, или сделать свое. Но идей много затронута. Выводы можете сделать разные. То, что касается вас ближе. Теперь хочется взять наше пособие и попробуем ответить на те вопросы, которые ставит перед нами пособие. Так, берем наш урок. Первая тема за воскресенье. Меня она поражает. Интересно слово здесь, мы сейчас иврит начнем учить. Интересно здесь звучит вот это словосочетание «ми». Это как вопрос «кто?», а «етен» означает «да». «даст». То есть «ми-на-тан». И приводится отрывок, который мы должны были прочитать. Таразакония пятая глава с 22 по 29 стих. Интересный отрывок. Таразакония пятая глава с 22 по 29 стих. Давайте прочитаем, чтобы мы об этом поговорили. Пятая глава второзакония. Это после того, как Бог второй вариант заповедей дал, Моисей это записал, и мы читаем такие слова. «Словак сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня облака и мрака громогласно. И более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, и вы подошли ко мне, все начальники колен ваших, и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою, и величие свое, и глаз свой, и слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит человеком и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога наше и умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящей среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты, и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, а мы будем слушать и исполнять. Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что не говорили они хорошо. О, если бы сердце было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. И тут нас попросили выделить в данном отрывке ответы израильтян, когда они услышали слова закона Божия. Интересно, как они отреагировали. Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш. Фактически они взяли и переложили с себя эту ответственность. Они попросили давай ты будешь посредником. они говорят ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш. А мы будем слушать и исполнять. И вопрос, как вы считаете, почему в ответ на обещание народа исполнять повеление Божие Господь произносит вот эти слова в 29 стихе? Дело в том, что когда я смотрю на вот этот 29 стих, фактически Бог как бы всплескает руками и говорит о если бы вот такое сердце у них было. Дело в том, что все, что они высказали, евреи высказали это под влиянием страха, каких-то эмоций, сиюминутных, каких-то чувств, то есть они не обдумали, что они сказали Богу. почему Бог говорит здесь именно о сердце людей? Дело в том, что это очень серьезная проблема. Характер не меняется. Это проблема. Да, мы можем в какой-то ситуации или детей, или в церкви кого-то принудить поступать не так, но это не решение проблемы. И в конце у нас стоит вопрос. Какой выбор вам предстоит сделать в следующие несколько часов или несколько дней? Как вы можете научиться подчинять свою волю Богу, чтобы с помощью Его силы вы могли делать правильный выбор? Знаете, это два таких личных вопроса, их можно вообще пустить. Если есть какая-то проблема, вы можете обсудить это в классе, но это личные такие вопросы. Понедельник. Взыщите меня и найдете. Приводится отрывок уже в четвертой главе Второзакония с двадцать пятого по двадцать восьмой стишок. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих и долго жив на земле, вы развратитесь и сделайте извояние изображающее что-либо и сделайте зло сие перед очами Господа Бога ваша и раздражите его, то свидетельствую вам сегодня небом и землей. Для наследования которого вы переходите из Иордан не пробудите много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанных руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят, не слышат, не едят и не обоняют. Я стоял вопрос, какая духовная опасность подстерегала народ израильский после того, как он войдет в обетованную землю. Здесь возникает проблема с амнезией. У нас будет следующий урок на эту тему. То есть проблема с забывчивостью. То есть со временем человек забывает, что он пережил с Богом. Вторая проблема с ассимиляцией культуры, обыча людей вокруг. То есть не человек, как верующий влияет на мир, а мир начинает влиять на человека. Следующая проблема в том, что человек пытается служить с одной стороны Богу и вот этим изваянием, которые люди вообще не понимают вопрос Божьей ревности, начинают как-то совмещать это дело. И последняя проблема из-за того, что как идолы не отвечают, так и Бог говорит, я тоже не буду отвечать на ваши проблемы. Продолжаем читать эту четвертую главу. Мы прочитаем с 29 по 31 стих. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим, всей душой твоим. Когда ты будешь скорби, и когда все это постигнет тебя вследствие времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаз его. Господь Бог твой есть Бог милостивый. Он не оставит тебя, не погубит тебя, не забудет завета с отцами твоими, которые он склят и утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тего, с того дня сотворил Господь человека на земле. И так дальше. То есть, что мы видим? Библия говорит о том, что люди могут оступиться. И Бог предлагает выход. Какой выход? Если народ впадает в идолопоклонство. Рабство и переселение. Потому что некоторые духовные проблемы очень неплохо именно через вот это лечатся. Второе. Скорби и беды. Не зря говорят, пока гром не грянул, мужик не перекрестился. То есть, это тоже сближает с Богом. И третий момент. Есть шанс обратиться или другими словами вернуться в статус кво. Еще один вопрос. Как вы думаете, что значит взыскать Бога всем сердцем? То здесь поднимается речь о приоритете. Я в свое сердце, разум, силы, цели, планы, методы все подчиняю вот этому. вторник. Тоже интересное еврейское слово. Шува. Оно имеет очень много значений. Я когда посмотрел в оригинале, оно имеет такие значения возвращаться, поворачивать назад, обращаться. Второе значение возвращать, приводить или приносить назад. То есть, как бы, это уже такое действие. Третье приносить назад, обращать, воздавать, восстанавливать. То есть, как бы, уже возмещают ущерб. И последнее значение быть возвращенным, быть возмещенным. То есть, человек процесс прошел. И вот нам дается задание прочитать первые 10 стихов 30-й главы Второзакония. Мы в первой части очень часто и густо обращались к этому отрывку. Мы не будем возвращаться к этому отрывку. Но смотря на этот отрывок, какие вопрос возникает, какие обетования дарует Господь людям, даже в случае их падения и неверности Богу? И на каких условиях основывались эти обетования? Бог обещает, я возвращу из плена рабства. Он умилосердится, он снова соберет в Палестине, снова эту землю даст во владение, одарит благами и размножит, поработает над характером человека, поможет в воспитании детей и решит проблему с врагами и даст благо. Вопрос, на каком условии все эти обетования? Только на условии отбращения от всего сердца и от всей души. И в конце у нас задавался такой вопрос, насколько важно для нас истинное покаяние, ведь мы, как и Израиль, иногда нарушаем завет, который однажды заключили с Богом. Но другого пути просто нет. Дело в том, что на этом пути формальность просто не проходит. Среда всем сердцем твоим. Снова этот отрывок Таразакония 30 глава 1 10 стихов и у нас задание. Найдите фразы, которые описывают, что подразумевало их покаяние и их обращение к Богу. Интересные такие слова. Примешь их к сердцу своему, обратишься к Богу твоему, то есть это личный Бог, послушайся глаз его, то есть человек уже настроен на это слушание или слышание. К этому процессу уже начинают привлекать детей, происходит изменение характера, изменение вот этих отношений, там написано любил Господа, Бога от всего сердца, от всей души. Готовность к послушанию, вот это исполнять заповеди его. Что еще мы видим вот здесь? Там возникал еще вопрос стоял, что требовалось и что это говорит нам сегодня о том, что включает в себя истинное покаяние. То есть когда я размышлял над этим вопросом, интересно здесь подразумевается, что для человека нужна остановка, как в Иеремии 6.16, то есть остановитесь, рассмотрите, расспросите, то есть когда человек останавливается, он оценивает ситуацию, он понимает почему это произошло, он понимает почему последствия такие и снова надо вернуться к Богу. Последний вопрос здесь за этот день, как мы можем понять разницу между сожалением о последствии греха, который может испытать каждый, и сожалением о своем грехе, и почему это различие важно. Два человека, один грек сделали, Петр и Иуда предали Христа. Библия говорит, один сожалел о последствиях содеянного, в другой сожалел о нарушенных отношениях с Господом. Почему это различие важно? Дело в том, что вот это сожаление без изменений, оно ничего не даст, вот кроме вот этих угрызений, потери вечности, веревки с мылом, оно ничего не даст. Четверг. Покайтесь и обратитесь. Нам дается задание. Прочитайте, пожалуйста, Матфея 3 глава. Это история о том, как Иоанн Креститель готовил людей к пришествию Христа. 3 глава Матфея и мы читаем фрагмент такой проповеди Иоанна Крестителя с 1 по 8 стих. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исайя. И так дальше. Тогда Иерусалим и вся Иудей и вся окрестность Иудейская приходила к нему и крестились от него в Иордании исповедуя грехи саям. Дальше интересная фраза. Увидев же многих парисеев и саддукеев идущих к нему креститься сказал он. Мне нравится как Огиенко этот перевел. Говорит Кодла гадюча! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И последний стих интересный Сотворите же достойный плод покаяния. Вопрос Как идея возвращения проявляется в этих стихах? И почему его и слова имели особое отношение к фарисеям и саддукеям? Дело в том, что возвращение кому оно нужно? Оно нужно тем, которые хотят поменяться, хотят вернуться к Богу, хотят, чтобы это увидели другие люди и небо. Когда мы говорим за фарисеев и саддукеев, почему так жестко Иоанн Креститель говорил? Дело в том, что фарисеи в первую очередь переживали последствия греха. Они о его сути. То есть их отношения с Богом они как-то об этом не переживали. Они вот эти отношения так и не хотели восстанавливать. Поэтому Иоанн Креститель так жестко к ним сказал. Марка первая глава мы читаем в первой главе пятнадцатый стишок. «Говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Это уже проповедь о Христе. И вот мы читаем в чем согласно этому тексту был призыв Иисуса. То есть Христос зовет людей вот эти отношения доверия восстановить, слушать или это уже вовсе забыли. И дальше у нас вопрос сказал, «А как вы думаете, почему Христос связывает покаяние с верой в Евангелие?» Дело в том, что когда мы говорим о Евангелии, именно Евангелие подразумевает принятие спасения от Бога. А слушатели, которые были вокруг Христа, они пытались заработать это спасение. Поэтому Христос говорит, это неправильный метод. И еще один призыв у нас в уроке давался, это в деянии святых апостолов или в деянии Святого Духа. И вот во втором главе мы читаем в проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Звучат интересные такие слова. Вторая глава, 38 стих. Петра 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 сказал им «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов получите дар Святого Духа». И вот когда я смотрю на этот вопрос, который у нас звучал по этому тексту, как Петра ответил на вопрос слышавших его проповедь день Пятидесятницы. Петра попросил людей сделать три шага. Он говорит «Покайтесь», то есть «Осознайте свою вину, оставьте ее, исповедуйте перед Богом». Второе «Креститесь», то есть вы должны умереть для прошлой жизни, похоронить ее, чтобы воскреснуть для новой жизни. И третье говорит «Примите от Бога или примите подарок от Бога Дух Святой». Зачем? Дух Святой дается только для одной вещи, чтобы вот этим обретенным спасением поделиться с другим человеком, то есть чтобы Бог дал самому человеку, верующему человеку, обращенному мысли, как это сказать, с каким тоном, когда, каким образом это поделиться, а тому человеку дал возможность принять. То есть Дух Святой работает именно в таком ключе, в миссионерской работе. И он говорит «Три совета». Петр говорит «Покаяться, креститься и принять Святой Дух». Интересный урок. Интересный, простой, но с другой стороны не так все просто. Бог сегодня хочет, обращаясь к нам, говорит «Пожалуйста, обратитесь всем сердцем». Но я хотел бы подчеркнуть одну деталь. «Если человек не осознает, что он ушел от Бога, вот этот урок ему может ничего не дать». То есть сам призыв человек может понять только после того, как он наступит на грабли, и это треснет ему. То есть дойдет по-другому, я не могу использовать вот это понятие. сам призыв должен человек понять только после того, как он поймет, в какой болоте он оказался. И смотрите, тот же Давид, когда мы читаем о нем, он понимает свою нужду, свой шаг к обращению только тогда, когда ему показывают «Вот это произошло, ты это переживаешь, тебе это надо, помолиться». Сегодня Бог зовет нас обратиться. Но обратиться не потому, что у нас этот урок, и в конце урока надо сказать «Аминь» и помолиться. Обратиться от всего сердца, чтобы это произошло вот здесь, внутри. Внутрь никто не залезет, ни служитель, ни учитель субботней школы. Это вы и Бог. Сегодня призыв звучит, выбирать нам. И пусть Бог поможет, чтобы реально этот урок коснулся нашего сердца, чтобы это произошло от всего сердца обращения каждого из нас, меня в том числе. Пусть Бог благословит вас в этом. Я благодарен, что вы были с нами на этом разборе. До новых встреч, до следующего понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok